Всем привет! Немножко позанудничаем, поговорим и о психологии, о жизни, о статистике и всем прочем. Хочу развенчать некоторые мифы, потому что слышать это уже нет у меня сил. Каждая вторая женщина, у которой не вышла что-то в отношениях, которую обидели, которая жертва чего-либо, обманули и так далее, противоположный полу отношения мужчины, вообще что-то не сдалось. Обиженные женщины, они всегда говорят, все мужики козлы, все изменяют, никогда нельзя верить, доверять, и они все такие. Надо просто найти того, кого-то условно, и держись за того, который тебя уже обманывал, ты же уже предсказуемый, побезопаснее найди, но они все говно. Так вот, миф о чем? Что все мужики изменяют. Блин, это, конечно, меня поражает больше всего. Откуда вы знаете про всех? Вы что, со всеми спали, получается? Где логика вот этого высказывания? Все такие, все, вот у всех моих подруг. Так может, у вас в окружении подруги такие? Можете не верить. Я знаю мужчин, которые не изменяют. Конечно, мы не можем держать свечку и доказывать вот это да, а этот нет и так далее. Кто-то может сказать, есть изменяют, но это делают просто искусно, так, чтобы никто не знал, типа, втихаря. А вот здесь я могу согласиться и сказать, да, есть такая история. И сейчас об этом вот поподробнее. Я хочу развенчить миф о том, что все мужики изменяют. Вообще, это очень гендерная история, что мужики изменяют, женщины типа не изменяют. На самом деле все изменяют по последней статистике, последних нескольких лет, абсолютно практически одинаково. Чуть-чуть маленький процент, не буду врать, посмотрите в интернете, цифры не помню просто. Маленький процент, небольшой женщины чуть меньше. И мы говорим про наше именно общество, постсоветские страны в основном. Почему здесь вот такая история, типа, ну, в других странах, в открытых в мире это 50 на 50, а у нас здесь небольшой разрыв получается. Типа, мужики изменяют очень, допустим, условно 80%, а женщины такие, типа, 80% нет. У меня вопрос, с кем тогда изменяют эти 80% мужиков, если женщины никому не изменяют? Ответ очевиден. С ними изменяют, да, это процентное соотношение другое. Изменяют, допустим, ну, больше не все совсем, кстати, ну, очень многие, допустим. Просто здесь идет стигма гендерная, половая. У нас принято, что у мужчины измены это плюс, это гордость. Ты самец, ты что-то можешь. Вообще это доказательство на вот этом уровне эго о том, что я могу. На самом деле, почему людям хочется и мужчинам, и мужчинам вступать в какие-то половые связи, где-то там делать детей, за них не брать ответственность, это вообще страх смерти людей гонит. Больше наследить генетически, чтобы от тебя осталась какая-то память, условно быть, короче, кем-то. Что-то, если ты ничего изводить не можешь, ты в себе не уверен, низкая самооцена. Ну, хотя бы детей наштамповать проще, наследить генетически, да. Что после тебя осталось твой ген, твое потомство и так далее. Такие мужчины вступают в какие-то неразворчивые связи, там, поверхностные, ну, поняли, да. Им важно количество, вот про что, не качество. Что касаемо женщин. То есть у мужчин это одобрительно, это плюс, это, ну, говорят, бабник, это даже порой горд, да. Да, у нас есть курсы пикапа, ну, были, как минимум, да. Сейчас это не модно, не популярно, но было такое явление, когда мужиков и мужики другие учили, как леять баб, как вступать с ними, какие-то связи, не быть там ответственным и так далее, как знакомиться. То есть преодолевать страхи, доказывать женщину, которая изменяет мужу, парню на букву Ш, на букву Б. Я даже не могу произнести эти слова, потому что они не культурные. Они что? Они социально неодобряемые. Это клеймо, это позор. Знаете еще, кто эти клеймо часто висит? То есть мужчины, с которым изменяют, ну, не с которым именно, в частности, а вообще, да, это мужчины клеймят женщин этим. То есть измена женская в обществе, она социально неодобримая. Это отвратительно. Это понижает статус женщины, ее значимость, ее чистоты. Это грязно, это плохо. Поэтому женщины изменяют, это скрывают. Они порой скрывают от самых ближних, даже подружка, там, мама, еще кто-то, не узнают ничего. Она это сделает просто ювелирно. Поэтому у женщин есть такая фраза, есть такая отчасти претензия к мужчинам, типа, изменяешь, ну, ты хотя бы скрывай это, чтобы никто не знал. Условно, делай, как я, скрывай, как это скрываю я. Понимаете, да, разрыва в статистике не может быть, повторюсь. 80%, допустим, мужиков с кем будут изменять? Друг с другом, что ли, если женщины этого не делают? Женщины просто скрывают. В нашем обществе, в нашей истории это ужасно плохо. Но эта стигма появилась не так, кстати, давно. Если мы прямо отматываем столетие историю, мы берем средние века Европу, там, Россию. Очень много было связей, небрачных детей. Это вообще тема началась буквально у нас там парочку сотен лет назад, вот эта стигма пришла. Так что история про то, что все мужики изменяют, это неправда. Не все, но многие. И еще один такой моментик. Так как это в обществе принято хвалить, это геройство. Ну, короче, медаль по себе весят мужики, поэтому они пухая пиво, назовем так, хвастаются, рассказывают там по каких-то похождениях. У них это целая тема по... Девочки-то не сидят, не рассказывают, я там с ним переспала, да. Такого девочки-то и в компаниях даже и без мужиков не делают. Только прям близкие какие-то подружки могут. Вот это там условно компания из двух-трех человек, чтобы дальше не разошло, чтобы секретик остался. А у мужиков медальку весть, я вам больше скажу. Очень высокий процент статистики мужики привирают о своих изменах. То есть то, что они бы хотели реализовать, они рассказывают, как реализованное. Они додумывают, допридумывают, чтобы быть героем, повесить медаль поусловно, перед своими друзьями, поднять свою самооценку. Потому что у мужчин самооценка очень завязана на своем, как бы это, по кое-слову подобрать. Назовем так природном функционировании, да. Для них очень важно. Поэтому если есть моменты, проблемы у мужчины со здоровьем и с потенцией, это тут же бьет на его самооценку. Мужчина закрывается, страдает, о чем он еще признаться не может, короче. В целом проборах проблем всплывает. А вот. Поэтому не все мужчины изменяют, но многие. Не все женщины белые, пушистые изменяют, но просто об этом скрывают. Говорить об этом по-честному открыто, это только к нам, назовем так, эта мода приходит, потому что со временем стигма снимается. И очень много в других странах примеров равных отношений, когда об отношениях начинают просто сейчас, в 21 веке, говорить открыто про отношения, про взаимодействие и так далее. Это довольно-таки полезно. Так что придет время, эта стигма у нас тоже сойдет. Об этом будут говорить более-менее открыто, но когда перестанут, назовем так, гнобить женщин за то, что они тоже это делают. Так что вообще эта история верности, она социальная, культурная и социальная. Потому что верность партнеру, историческим, будем смотреть, это как некое условие выживаемости. Когда у нас началась семья-коллектив, не общинный строй, а ячейка общества, вот это наша любимая фразочка. Есть такое условие, да, чтобы быть надежным, уверенным в партнере, он не должен изменять. То есть по нашей-то природе немножко вообще мы по-другому раньше существовали. И мы только на самом деле, если мы берем отрезки в тысячелетия, сотни лет, тогда только они очень маленькие. Потому что в такой времени мы учимся жить без измен, назовем так, быть верным партнеру, соответствовать этому и так далее. Вот этот вот запрос в обществе такой происходит. И это происходит с культурным развитием, социальным запросом, с условиями жизни человека. А сейчас это стало новым говорить об этом, начиная более открыто признавать, что женщины то, что мы изменяют, просто скрывают и так далее. Началось в последнее время, последние, допустим, 50 лет, потому что у нас изменилось очень качество жизни социальное наше. У нас появилась свобода, деньги, гаджеты, улучшение условий труда. То есть нам условно не надо бегать там с мотыгой какой-то по полю, за, я не знаю, за драконом, львом, еще кем-то, короче, добывать себе мясо. Вот этой истории уже нет. Наш быт, наше существование стало гораздо легче и технологичнее. Мы стали более свободны, открыты. И мы можем уже себя так не обременять. То есть условия партнеру верности для сохранения ячейки общества, на самом деле для выживания вдвоем, оно отходит. Потому что я теперь чувствую, что я могу выжить и один. Не надо так держаться за партнера. И поэтому чаще, больше сейчас статистика разводов у нас в обществе, во всем мире, не только где-то в России, во всем мире очень много разводов. Потому что у людей нет надобности, страха держаться друг за друга. Если они изменяют, они идут и об этом рассказывают. Или это когда вскрывается, они не стараются сохранить семью, они идут разводятся, решают как-то таким образом свою правду, не держатся за партнера. То есть условно, изменяли и изменяют всегда. И не все. Я сразу говорю, нельзя сказать, что это 100% людей. Моя предверженность статистики 79%, и мужчин и женщин в равных долях 70, тех и тех. Но к разводу это приводит больше сейчас, в последнее время. Потому что мы более самостоятельные, независимые, можем выжить самостоятельно. Женщины выживают порой лучше, чем без мужчин, как обременение. У женщин есть возможность реализовываться в профессии, в работе. Мы уже можем рожать детей без мужиков, есть доноры всякие и так далее, оплодотворение, вся прочая история. Понимаете? Нет вот этой скрепы держаться. Поэтому к этому стали относиться проще. И об этом стали говорить более открыто. Но вот на нашем обществе, на данном, стигма о том, что женщина шея, бэй, плохая такая, сикая, если она это делает, она еще есть. Поэтому это не афишируют, скрывают, помалкивают и так далее. Есть это везде. Надеюсь, это видео рассуждения вам были полезны, что-то для вас открылась, какая-то новая интересная информация. Пишите свои размышления на эту тему, пожалуйста, в комментариях под видео. Если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе под видео моя почта, пишите тема письма, консультация. Мы с вами пообщаемся в скайпе. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Всем пока. Спасибо.